Как искренне просить у Бога смирения, если знаешь, что Он смиряет скорбями и страшно их себе просить? Вы знаете, что? Не обязательно Бог смиряет скорбями. Скорбями Бог смиряет упертых и не сгибающихся, тех, которые как кочерга, не хотят гнуться. Лучше смиряться без болезни, без скорбей, внутри сердца своего добрыми помыслами. Заметьте себе, что мы обычно сочетаем понятие смирения с понятием греха и наказания. То есть, ну я грешник, я должен смиряться. Я грешник, которого Бог бьет по шее за мои грехи, я должен смиряться. А вот смотрите, Христос, ведь Он самый смиренный у нас Христос, а у Него нет ни грехов, никаких, значит, ни искушений, ни скорбей за грехи. А при этом Он говорит, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердце. То есть, мы люди, да, смиряемся через грехи и болезни, а на самом деле смирение не связано с грехами и болезнями. Потому что Христос не болел и не грешил, однако был самый смиренный. И нам нужно учиться не ждать подзатыльников, чтобы смириться по неволе, а нужно смиряться заранее, смиряться перед чужим талантом. Если ты видишь кого-нибудь, кто лучше тебя, радуйся. Очень драгоценное качество радоваться, видя перед собой человека, который лучше тебя. Если видишь, например, красоту какую-нибудь, Божию красоту, вот первый снег падает, или вишня цвет свой теряет, опадает, значит, потрясаемая ветром, или, там, скажем, там, клён, там, значит, листопадно, в листопадно пророняет свои жёлтые листочки. Вот нет ничего лучше, чем смиряться перед красотой. Когда красоту ты видишь, ты замираешь в удивлении, говоришь, слава тебе, Господи, и ты мне это подарил, я это вижу, это моё, то есть я смогу смотреть на это, как же это всё хорошо. То есть смиряться можно по-разному. Повторяю, можно смириться перед чужим талантом, перед Божьей красотой, перед судьбами Божьими, которые от тебя не зависят, и Бог с тобой не советуется, когда делает то-то или то-то. И лучше смиряться до скорбей, до болезней, и без них. А уже скорбями и болезнями смиряются жестокосердые и глупые люди. Умные и мягкосердечные смиряются без этого. Спасибо.